Добрый вечер. В конце сентября в Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль красоты Невские берега. И скажу я вам о масштабе этого мероприятия, говорят цифры. В нем приняло участие более двух тысяч человек. В числе лучших белорусско. Мало того, жительница нашего города Светлана Шундрик из столицы, культурной столицы России, она привезла много наград. Пять золотых, три серебряных и гран-при, специальное гран-при за волю к победе. Кстати, в СМИ уже ее называют королевой элитных причесок, и я с этим полностью согласна. Я уверена, что вы тоже согласитесь, потому что в этой программе вы сможете увидеть ее работы и познакомиться лично. Ну что, я с удовольствием представляю нашу королеву Светлана Шундрик. Сеточка, добрый вечер тебе. Добрый вечер, Надежда. Друзья, и вот эта вот команда, которая сейчас находится, это те люди, которые были рядом, которые помогали, которые поддерживали. И, как говорит Светлана, без вот этой команды, в принципе, наверное, всего бы этого и не было. Давайте я представлю нашу самую маленькую участницу. Это Доминика Сикорская. Доминик, привет. Так, единственный мужчина среди вот этой красоты у нас Аскирка Всеволод. Дальше модель Батура Анна. Добрый вечер. Енина Алистратова, вот насколько я знаю, в команде, она отвечала за то, чтобы все девушки были накрашены, чтобы они были красивые. Все, что касается макияжа, Яночка, это дело твоих рук. Ну и еще одна модель, которая тоже принимала участие, которая украшала подиум Невских берегов, это у нас Бубейка Анастасия. Здравствуй. Здравствуйте. И еще две модели, которые сегодня вместе с нами, просто для того, чтобы продемонстрировать, что именно такие работы были ими. Светлана заработала вот все те кубки, которые вы сейчас, друзья мои, видите. Это у нас Еремич Бажена и Смирнова Эмилианна. Кстати, очень красивое имя. Здравствуйте вам. Ну что, Светочка, рассказывай, уже прошло около 20 дней после всего мероприятия. Как вообще ощущаешь себя королевой? Либо по-прежнему как пчелка, вся в трудах, вся в заботах? Я по-прежнему тружусь. Как только мы вернулись со своей командой вместе, у меня не было свободного времени, я сразу вступила в бой дальше. Работа со своими любимыми клиентами. Они меня ждали 4 месяца. Вот. И дождались. Я очень много работаю. И сегодня настал тот день, когда есть вспомнить, что наши эмоции, воспоминания, слезы, радость, наш успех. Это вообще здорово. Ну, будет что вспомнить, потому что наш режиссер подготовил много-много ярких фотографий с мероприятия. Поэтому я думаю, что каждому из вас будет интересно это увидеть и действительно все это вспомнить. Ну, а как с таким добром вас встречали? Вы добирались на чем? На автобусе, насколько я знаю? Да, мы добирались на автобусе. Хорошая линия выбрали. Ну, как-то нас не совсем сразу хотели водители брать с таким количеством клубков. Но мы очень просили, говорили, что у нас была сложная победа. Посмотрев на нас, они решили, что все-таки нужно везти нас в Беларусь. Послушайте, я совсем забыла представить еще одну гостью, которая тоже активно принимала участие в данном мероприятии. Как зовут красотку? София. Сколько наград у Софии? У Софии две награды. Первое и второе место. Вот такая вот она. Молодец. Давайте поподробнее. Что это за конкурс? Вообще, я уже сказала, что около двух тысяч участников. На самом деле, грандиозное мероприятие. Мы очень тобой гордимся, Сеточка. Спасибо за то, что привезла в наш город столько добра, столько побед. Что за мероприятие? Первый ли раз ты там участвуешь? Пять лет назад я впервые испытала на себе конкурс «Невские берега». Наша тренер Анастасия Ядкова готовила меня на этот конкурс многократно. Но я всегда ездила с одной, потом с двумя работами. Но вот спустя уже четыре года я решилась попробовать съездить на гран-при. Там чешется восемь работ, и по сумме баллов занимаешь уже уровень этой ступени, самый высокий гран-при. Было очень сложно. Это масштабный конкурс. Туда съезжается не только вся Россия, но и Европа. Очень много участников, очень много знаменитых в нашей профессии индустрии красоты людей, которые дают мастер-классы. Там можно поучиться бесплатно, посмотреть, как это делают люди, уже завоевавшие высокие награды на чемпионатах мира. Ну и можно так сказать, что это конкурс, где проходит не только парикмахерский, именно в парикмахерском искусстве по работам, но и макияж, боди-арт, ресницы, ногти. Много всех номинаций, и очень интересно, когда ты там сам находишься, смотреть не только за своими работами, но и за другими работами. По всем фронтам женской красоты там проходит, получается. Да, да. Я вам скажу, что в нашем городе есть замечательный магазин, дамы и господа, который тоже делает красивым женщин. Кстати, от кончиков волос до кончиков ногтей. Я не ошибусь, это магазин «Бегудик» – наш партнер сегодняшней программы. Огромное спасибо за такую возможность. Ну что, давайте мы сейчас с вами начнем с самого начала. Ведь я, насколько читала, ты сразу не выбрала эту профессию, профессию парикмахера. Я вообще случайно узнала в нашей одной очень-очень интересной газете «Гродинская», что ты банкир-то? Ну да, я очень мечтала когда-то еще, вот сколько мне было тогда, 16 лет, стать банкиром известным. У меня было такое какое-то желание увидеть себя в каком-то дорогом костюме, там, с галстуком. Ну тогда это еще было очень модно, красиво. И вот у меня вот этот образ запал. И даже, можно сказать, мне не то, что была интересная информация с банковским отделением, а вот именно имидж. Я же не думала, что меня тянет к искусству, к красоте. Вот, ну не поступив туда, я закончила 11 классов и начала строить свою судьбу. Поступила в наш колледж бытового обслуживания, 74-й. После этого, закончив его, я уехала в Москву, там закончила школу парикмахерского искусства и эстетики Жаклин. Ну а дальше у меня была академия московская «Долорес». И после этого было много всевозможных обучающих мастер-классов. Ну и дальше конкурс. Ну вот многие мастера, они в обиду будут сказаны, они с утра до вечера трудятся. Но о таких конкурсах, может быть, не думают, может быть, нету времени. А ты пытаешься совместить, не то, что пытаешься, у тебя отлично получается. И работу клиентов, которых у тебя очень-очень много, с утра до вечера, я, насколько слышала, просто к тебе не попасть. Ну и плюс еще участвуешь в таких конкурсах. Вообще я знаю, что трудилась ты еще вот из-за этого конкурса практически по 12 часов в сутки. Это вообще нормально для человека? Тебе не говорили, что нужно отдыхать и беречь себя? Да, конечно, меня, мои клиенты очень жалеют. Но мне хочется, чтобы они гордились своим мастером, к которому они приходят. И я готова пожертвовать, можно сказать, своим здоровьем, потому что очень много сил уходит на это все. Для того, чтобы они с гордостью говорили, у кого они обслуживаются. По поводу поддержки, мне кажется, это вот очень важно, чтобы рядом было то самое плечо, которое помогает, поддерживает. Ну и вот, в принципе, всегда рядом. Правда же? Ну, у меня много друзей. Подруга моя, Анечка, которая всегда была на протяжении этих четырех месяцев вместе со мной, переживала за меня. На подготовку ушло четыре месяца? Да. На подготовку ушло четыре месяца. Что из себя представляют эти четыре месяца? Вообще, что вы делали? Как вы тренировались? Потому что мало того, что прически, девчонки еще научились красиво ходить по подиуму. Вообще просто модели настоящие. Кто этим занимался? Когда я решила, что мы едем на Невские берега, я знала, что мне нужно будет две модели. Две настоящих модели, серьезно подготовленных. Значит, над моделями работала прекрасная девушка, которая знает вообще толк в этом. Это Куровская Виолетта. Она очень грамотно ставит дефиле. Она работала с девочками ровно два месяца. Девчонки молодцы, старались, выходили, трудились. Было очень сложно, потому что впервые кто-то выходил на подиум и учился ходить. Но она все сделала для того, чтобы, когда я увидела выход моих девчонок... Как лебедушки. Да, я знала, что я горжусь ими. Они молодцы. Давай по очереди. Хорошо? Вот у каждой девушки сейчас прически именно те, которые ты представляла на Невских берегах. Да, на Невских берегах у меня было восемь номинаций. На Аннушке нашей вечерняя салонная прическа появилась новая номинация. Буквально в этом году ее ввели. На Настюше свадебная прическа. На Божене, да, кокошник. Очень интересный, выполнен он из волос. То есть это натуральные воксы? Да, это каниколон. То есть он не натуральный, но искусственный. Каниколон. И вот с него мы полностью клеили с моим тренером кокошник. Это ручная работа ваша? Да, да, да. Это ручная работа. Но она очень сложная. Те люди, которые занимаются этим профессионально, они знают, как это сложно, тяжело и сколько нужно времени, потому что очень мелкие детали выполняются. И после этого всего соединяется полная работа. Но это домашняя заготовка была? Да, это была домашняя заготовка. Ее нужно было сделать дома. Как в школе домашнее занятие. Да, но как-то мы когда заняли место, ко мне подошла одна судья, она занимается кокошниками и спросила, это ваш кокошник? Я говорю, да. Сколько времени? Я говорю, три дня. И три ночи. И три ночи. И у нее такие глаза были. Она говорит, вы знаете, такой кокошник делает как минимум месяц. То есть у нас было настолько все собрано по времени, мы не тратили на сон время даже для того, чтобы собирать все работы, и чтобы это были красивые работы. Наверное, сказалась фамилия. Ну... Шундрик. Наверное. Добавляет скорости и энергии. Кстати, ведущие этого мероприятия, тебя называли девушку с красивой фамилией. Вот так вот запомнилась им твоя работа и фамилия, в том числе, потому что, когда выходили на подиум именно твои модели, конечно же, это были овации. Ну что, чем отличается? Вот давай разберемся по прическам. Ведь это не просто вот прийти и сделать прическу. Время же ограничено. Сколько времени давалось? Ну, любую давай возьмем модель. Ну... В чем сложность вообще? Сложность выполнения. Ведь можно делать прическу тихо, не спеша. Технические выполнения. Работа выполняется должна чисто, по форме. Что значит чисто? Чисто, чтобы не было никаких волосков, торчащих именно в форме, в линии. Вот. Все красиво заглажено, блестяще, чтобы она вся такая была. Вот это есть чистота. То есть, где нужно, там какие-то ставятся кудри. А вообще, именно конкурсные работы, в них есть условия чистота. Чистота, форма и цвет. А что за дискриминация? Почему у тебя нету моделей, динеток? Вы знаете, уже... Почему блондинки? Уже много лет на конкурсах есть определенные условия только блондинки. На блондинках видны полностью все формы, линии, прическа, выполненная мастером. Поэтому туда можно участвовать, брать именно блондинок. И брюнетки сюда не подходят, к сожалению. Брюнетки грустят? Но ничего. Но ничего, с помощью специальных средств можно легко из брюнетки превратиться в блондинку. И следующий раз, кстати, следующий раз будет? Как у тебя планы? Ну, не знаю, я думаю, что будет. Будет. Хорошо. Но если Аня к тебе попала в модели как подруга, как человек, который всегда рядом и может пожертвовать своим временем, а времени действительно пришлось очень много потратить на подготовку, то как к тебе попала Настя? Анастасия нашла меня через интернет. Она мне написала. И, наверное, через несколько дней мы с ней встретились. Она попала ко мне на мой день рождения, зашла и удивилась. А тут столько людей, цветов. Вот так мы с ней познакомились, она сразу согласилась, и мы начали вместе работать. Я безумно рада, что встречаю таких людей на пути, добрых, отзывчивых. Настюша во всем мне помогала, поддерживала тоже меня и делала кокошник. Это тоже ее заслуга. Трудилась, выходила в школу и со школы ночью учила уроки и делала, помогала нам кокошник. Она молодец. Еще и задавала темп на самом мероприятии, да? Света, быстрее, быстрее. Вообще, время ограничено. Сколько времени уходило? Ну, давай, на любую модель. Ну, на Аннушку уходило, значит, у нас 30 минут. За 30 минут ты должна была собрать такую прическу? Да, да. Сделать это безупречно, красиво, чисто, красиво по форме. Да, вот, уходило 30 минут. Но когда ты постоянно участвуешь, у тебя уже есть стержень внутри, и ты понимаешь, что ты встал, и ты должен сделать то, что отработал за 4 месяца. Но вам там объявляли, там, начало, завершение? Да, да, нам давали старт и стоп. Да, конечно, без этого никуда. Там были судьи, которые судили в поле, давали штрафные баллы. Они смотрели за тем, чтобы мы строго приступили к старту и закончили по истечению времени. Также следили за тем, чтобы не падали расчески, чтобы не пользовались инструментами, те, которые нельзя во время конкурса даже брать в руки. Чем нельзя пользоваться? Нельзя было пользоваться ножницами, чтобы подчищать свои работы. То есть чистота должна была быть сделанная своими руками. Хорошо. Как тебе попала Яна? Ой, Яна, пришла ко мне моя клиентка, а я говорю, мне нужна девочка, просто профессионал своего дела. Я искала в Гродно очень долго, и она говорит, что есть такая девочка со своей студией, творит чудеса. Я набрала Яню, и мы с ней сразу решили, что мы будем вместе. Команда. Яна, как ты на вот этот бешеный темп подписалась? Ведь там действительно, ого-го, скорость-то была. Ну, потому что я тоже участвовала раньше в конкурсах, только конкурс был связан с макияжем. Правда, я не поехала так далеко, я была только у нас в Беларуси, участвовала на чемпионате Беларуси. И в 2015 году стала серебряным чемпионом. Ух ты! Ну, дальше как-то меня судьба не закинула, как-то так, почему-то не знаю. И когда мне Света предложила поехать в Санкт-Петербург, я знаю, что это такое. Я знаю этот азарт, я знаю эти горящие глаза, и я понимаю, что все равно на здоровье, все равно главная вот эта победа. Я всегда готова поддержать таких людей. Таких же сумасшедших, как и я. Поддержать это здорово, но там действительно приходилось на ходу практически варьировать и красками, чем хочешь. Я знаю, что вы с Светом тоже работали в последние дни перед отъездом, да? Там еще какие-то были подкрашивания. Да, мы доделывали, подкрашивали, с Яной работали практически ночами уже перед отъездом за несколько часов. Мы еще додумывали полностью образ и по приезду в Санкт-Петербург дальше решали, что будет. Да, у нас постоянно до последнего мы решали, какой лучше цвет и как он будет гармонировать. Подбирали профессионально. Всеволод, я насчет прически спрашивать не буду, но чем вы занимались в Санкт-Петербурге в окружении таких красавиц? Ну, во-первых, поскольку, как вы правильно отметили, красавиц много, а я один, нужно было за ними присматривать. Ну и опять же, помогать с мужского взгляда, с мужской помощью какой-то. У нас было, если не ошибаюсь, больше 10 чемоданов огромных с реквизитом, с инструментами парикмахерскими, с платьями. Ну, а когда возвращались обратно, у нас еще добавился самый огромный чемодан – это кубки наши. Ну да, это добро нужно было вести очень-очень аккуратно. Это самое главное. Хорошо, Светочка, вот честно, вот сейчас вот оглядываешься назад, вспоминаешь, и если положа руку на сердце, какая из работ, ну, самая тяжелая, самая сложная для тебя была? Ну, самая сложная была работа, это выполненная на кукле София, это техника. Это самая сложная работа, которую я вообще впервые взяла и столкнулась с ней, потому что, когда я еще раньше участвовала на конкурсах и брала прически различных номинациях на моделях живых, эта работа совершенно другая. Именно с этой работы начинаются работы все на моделях. Вот, у нас немногие мастера в городе Гродно знают даже, что это такое. Вот, это была самая сложная работа для меня. И я для себя подчеркнула и доказала, что я сумела и смогла сложить то, к чему раньше стремилась и чего боялась. Свет, ну что сложного? Не крутится. На телефон не отвлекается. Вообще просто идеальная модель. Вот просто сидеть и больше ничего не делать, только и работать с ней. Ты говоришь, что сложнее, чем живым человеком. Дело в том, что здесь очень сложно было. Здесь нужно было давать направление, которое ты начинаешь понимать только в процессе тренировок. Тебя тренируют постоянно. Правильная засушка волос, правильное держание фенов, расчески. После сушки идет дальнейшая работа с лаками. Вот, все непросто, то есть все под углами специальными. Это нужно было заучивать, пробовать технически, смотреть. Ведь техника, это есть определенное правило. Вот, поэтому это нужно было чесать, чесать, чесать. И еще раз чесать. Да, и потом ты понимаешь, что ты это смог сделать. Кстати, правило нашего эфира диктует и возможность нашим телезрителям дозвониться в эфир. Лично с тобой пообщаться. 48-01-48. Насколько я знаю, уже есть телефонный звонок. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Светлана. И очень услышана о вас. И слежу за вашими работами в социальных сетях. И о вашей поездке сейчас на Невские берега, за вашей борьбой. Хочу вас поздравить и пожелать вам дальнейших побед. И у меня к вам такой вопрос. Как вам удается сделать такие конкурсные работы за такой короткий промежуток времени? Большое за поздравление. Вы знаете, промежуток времени на конкурсе по прическам, он непростой, так как работа, любая работа начинается как минимум с двух, с трех часов. Работ было много. Вот Эмили наша, ее прическа по времени занимает 25 минут на конкурсе. Это максимальное время, которое ты должна ее сделать? Да, это вечерняя прическа. Она занимает 25 минут. Со старта, когда я ее начинала, у меня по времени уходило на нее час 30, час 40. Но с тренировками каждый день работы, над этой работой, я сокращала время. И через 4 месяца этой работы подготовки я выходила на время 25 минут. И была чистота. Все, весь секрет во времени – это тренировки. Если ты влаживаешь себя в любую работу, ты получаешь успех. Спортом попахивает, да? Да. Работа, тренировки, и все у нас получится. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. По поводу вопроса Светлане Шундрик. Можно задавать смело, конечно. Задавать вам? Да, Светлана слышит. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу, конечно же, поздравить Светлану с победой. Пожелать ей всего самого наилучшего и творческих успехов. И хочу попросить, вот на одной из моделей я наблюдаю великолепнейший кокошник. И хотелось бы, чтобы Светлана рассказала поподробнее о создании такого великолепного либо голубного убора, или все-таки это украшение. Может, существует какая-то техника выполнения такой работы? Спасибо большое за поздравление. Да, конечно. Кокошник – это головной убор, русский головной убор. И в этом году на Олимпийском чемпионате Невские берега у них был год национального русского кокошника. Там все ходили в кокошниках разнообразных. Это были кокошники из кожи, из бумаги, из волос. Ну, а конкурс у нас был, конечно, постежорное изделие кокошника из каниколона, из искусственных волос каниколона. Ну, как я уже говорила, повторюсь, три дня и три ночи мы его ушли на выполнение этого кокошника. Но он по своей красоте, честно, завораживает. То есть смотришь и понимаешь, что девушка вышла из сказки. Вот настоящий русский образ. Совершенно верно. Да. У нас есть фотографии. Я думаю, что в ближайшие секунды мы увидим, услышим. Но сама-то примеряла? Вот, 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 буквально через секундочку. Сама примеряла кокошник на себе? Нет, на себе, к сожалению, я его не примеряла. Примеряла, конечно, на нашей Настюше. Она у нас выступала. Да, да, да. Я просто думала, тебе тоже будет интересно посмотреть, как тебе кокошник. И еще все впереди, просто руки не дошли. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу поздравить просто Светочку с ее успешным, ну, это, ну, не наступление, а здесь программа ее, да. Я просто включила, вот только сейчас включила, я не видела ее. А раньше я ее подстригала. Я хочу поздравить просто Светочку. Света, тебя очень любят в нашем городе. На самом деле, на самом деле, это вот просто-напросто, наверное, все-таки твой труд. Знаешь, это самая лучшая реклама, потому что вот то, что ты делаешь, так как ты нас, женщин, делаешь праздничными, красивыми, это заставляет просто-напросто мужчину улыбаться, а нас восхищаться твоими руками. Спасибо тебе большое. Можно дозвониться? 48-01-48. И я вам скажу, что Светлана готова ответить на ваши вопросы, если они связаны с уходом за волосами. Пожалуйста, смело набирайте, правда, Светлана? Да, конечно. Может быть такая телевизионная у нас консультация? Да, конечно. 48-01-48. Мы будем вам очень-очень рады. Ну, а я еще напомню вам, друзья, о том, что в нашем городе есть замечательный магазин. Два магазина, где можно приобрести все, что нужно для профессионального ухода за волосами. Это магазины Бигуди. И, кстати, в одном из них побывала наша Алена. Давайте посмотрим, что получилось из этого похода. Дальше Светлана Это комната из этих Здравствуйте, девушка. Вам помочь с выбором? Здравствуйте. Да, я записалась на кератиновое выпрямление волос. Мастер говорит, что после этой процедуры нужен особенный уход. Может, посоветуйте что-нибудь? Да, конечно. У нас в каждой фирме-производителе есть уход после кератинового выпрямления. В ценовой категории от 10 рублей и выше. Ну, мне нужен хороший продукт. Я бы вам посоветовала Альфа-Пар косметика премиум класса. Не содержит сульфат, парабенов, красителей, аллергенов. Есть восстанавливающая линейка, питательная, для сияния волос. И есть линейка с кератином. Она конкретно продляет эффект выпрямленных волос. Это то, что вам нужно. В линейке есть шампунь, бальзам и масочка. Да, это то, что мне нужно. Давайте, значит, мне этот шампунь и кондиционер. Проходите на кассу, вас рассчитают. Спасибо. А это что у вас такое? Это торговая марка Чи, производство США, компания Фороук Систем. Одна из косметик премиум класса, которые представлены в нашем магазине. Появилась она у нас не так давно, но уже завоевала своего покупателя. Продукты представлены в объемах немного больших, чем объемы европейских производителей. Более концентрированы. Одним из топовых продуктов в этой торговой марке является Silk Infusion, так называется. Это восстанавливающая сыворотка с протеинами шелка. Наносится на сухой либо влажный волос. Достаточно несколько капелек на такую длину, в принципе, как у вас. Хорошо восстанавливает и придает гладкость, блеск и увлажняет полотно волосу. Фороук Систем – компания, которая производит эту косметику и косметику Биосилк. Офис ее расположен в Хьюстоне. У них собственная лаборатория. Вот они гели восстанавливающие Биосилк с шелком, представленные у нас в разном объеме. И у них есть две линеечки. Одна линеечка – это Биосилк Silk Therapy Original. Флакончики такие полупрозрачные. И Биосилк Therapy Light. Light – это прозрачную бутылочку. Они идут для более тонких, ломких волос, чтобы не перегрузить волос. Этот продукт разработан в 1976 году. И с того времени формула его не подвергалась изменению. То есть до сих пор им пользуются, его любят. Более 80% женщин Америки знают этот продукт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы белорусы и белорусские его тоже узнали. А чтобы вы смогли оценить качество этой продукции, мы вам подарим вот такой вот восстанавливающий гель для волос. Используется он после мытья. Буквально 2-3 капельки на ладошках растираете и распределяете по полотну волос. После этого переходите к сушке. Спасибо. Скажите, а краска у вас есть? У моей мамы очень седой волос. Может, что-нибудь посоветовать? Да. У нас представлено более 15 профессиональных красок для волос. Есть красители аммиачные, есть безаммиачные. Есть конкретный краситель для седых волос. Но для того, чтобы подобрать краситель вашей маме, необходимо, чтобы вы все-таки ее привели к нам в магазин. И тогда сможем дать хорошую грамотную консультацию подобрать краситель. Ну, я думаю, что мы к вам еще обязательно придем. Ну, мы рады будем вас видеть у нас. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Кстати, в наших магазинах предоставлен большой ассортимент техники. Это плойки, фены, утюжки, лампы для наращивания. Также у нас есть материалы для маникюра и педикюра, восковая депиляция и шугаринг. И материалы для наращивания ресниц. А где еще ваш магазин? Наш второй магазин расположен по улице Кобяка, 8 дробь 4. Спасибо. До свидания. Все, до свидания. До свидания. Много теплых слов следует Светлане сказать, похвалить ее, потому что весь город, Светлана, тобой на самом деле должен гордиться. Спасибо тебе еще раз. Ну, что, вернемся мы к нашим событиям. Скажи, пожалуйста, на чемоданах долго сидела перед отъездом? Вы знаете, очень быстро собрала чемоданы, так как не было времени даже на это. До последнего я трудилась, работала уже с Софьей, мои девочки собирались. За час я собрала все свои 4 чемодана, 2 коробки и вышла. И сразу в автобус? И сразу в автобус и отправились в путешествие со своими девочками, с нашей командой. Все вместе. Ну вот, Алена забегала в магазин Бигуди. Скажи, пожалуйста, а вот ты где приобретаешь все то, что нужно тебе для работы? То есть это есть то место, где профессионалы нашего города закупаются, покупают, либо у тебя есть какие-то другие места, которых мы, например, не знаем? Вы знаете, так как я работаю в городе Гродно и в Минске, в Гродно я закупаюсь в Бигуди. И в последний день отъезда, буквально за 5 часов, я забегала к ним дополнительно купить для работы лаки и шпильки. Все свое беру с собой? Да, у них очень хороший ассортимент продукции. Разнообразие очень большое от бюджета и до максимально более таких хороших продуктов. К сожалению, на конкурсе нельзя использовать наши белитовские лаки. Нужно использовать хорошие профессиональные фирмы и достаточно дорогие. У Алексея в этом плане очень много всего по лакам, по блескам. То, что мне нужно было именно для конкурса и всегда всего хватало. Не было такого, чтобы я пришла и чего-то нет. Очень хорошие девушки работают, они грамотно подсказывают то, что покупает клиент. И таких магазинов у нас в городе нет. Алексей молодец. Ну а скажи, пожалуйста, вот там делают акцент на профессиональную все-таки косметику, да? Вот мы простые потребители, которые, ну между нами девочками, сами могут себе где-то там вот что-то подкрасить, может быть, да? Вот можно самому в домашних условиях использовать такую краску, либо обязательно нужно идти в парикмахерскую, в салоны? Ну, конечно, можно купить у Алексея в бигузях краску девочки, вплоть до того, что они предлагают формулы, вот, и дают какие-то рекомендации по использованию этих красителей. Клиенты их покупают и красятся дома сами, если это в один цвет. Ну, бывает, когда вот срочно необходимо. Да, конечно, профессиональная косметика. И к тебе попасть невозможно за два месяца, не каждый может записаться и дождаться. Есть телефонный звонок. Здравствуйте вам, спасибо большое за то, что подождали. Здравствуйте. Я попробую еще раз. Добрый вечер. Здравствуйте вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я поздравляю Светлану с заслуженной победой. Спасибо. Светлочка, ты лучше всех. Твоя, наверное, вот уверенность, настойчивость, харизма, стремление и сила духа, вот это все, наверное, помогло тебе победить. И мне очень хотелось бы узнать, вот скажи, ты пообщалась, наверное, с коллегами все равно на этом конкурсе, как, что нам ожидать в следующем, в 2019 году? Какие модные прически может быть не только для повседневной жизни, но и праздничные, например, даже свадебные. Чего-то новенькое будет. Что ждать из тебя в новом году новым невестам? Спасибо большое за поздравление. Спасибо за теплые слова. Именно по свадебным прическам в 2019 году модно и актуально будут плетения, косы, очень красивые, легкие косы. Несравненные кудри, они никуда не уходят, они остаются летящие, легкие пучки, низкие, высокие. Это актуально и сейчас, и в 2019 году это тоже будет актуально. Ну что, ну давайте, раз невеста, так невеста, вот у нас сидит невеста. Как называется эта прическа? Это свадебная прическа. Это свадебная прическа. Конкурсная работа. Понятно, понятно. Сколько времени на такую работу тебе дали? Ну, на эту работу мне дали 35 минут. Вот. Вот. Я хочу сказать, что, может быть, те, кто смотрит сейчас передачи у зрителей, к сожалению, эти работы не выполняются повседневно. В этих работах можно взять только какие-то элементы, когда ты выполняешь работу уже на... То есть, если к тебе придет невеста и скажет, я хочу именно такую прическу, ты скажешь нет? Нет, конечно. Это конкурсная работа. Здесь ставятся технически сложные элементы. И, к сожалению, ну, если вдруг найдется тот человек, который захочет такое сделать, конечно, я сделаю. Но все же это конкурсная работа, где выполнение этих элементов используется только для конкурса. Скажи, пожалуйста, а правда, что в этой работе нет ни одной шпильки? Да, это правда. Как это все держится? Фиксация происходит изначально на шпильках, каких-то специальных зажимах. Даже я сама изготавливала какие-то зажимы свои именно для формы. Спицах. Очень много всего именно по прическе. Но после этого это все достается и держится оно только за счет лака. Плойки все это использовать можно вот в этой работе? Да, конечно, в конкурсных работах используются плойки, их можно использоваться. Но как бы в этой работе у нас, да, у нас была только одна плойка. Кстати, мы сейчас видим нашу Настю на подиуме. Вот как раз таки это Невские берега. Вот это та походка, о которой я вам, друзья, говорила. Вот до этого Настя правда на подиуме-то не была? Нет. Нет, нет, это был дебют на подиуме, я говорю, действительно, плыла как лебедушка. Да, это очень красивая работа, свадебная. Повторюсь, 35 минут она выполнялась. Работа собиралась без плоек. Вот, единственное, на кудрите, которая такую дает легкость, взъерошенность легкую такую, выполнялась. А так это всё полностью ставится руками. То есть ты уже изначально, зная форму, прокручивая её где-то в образе, у себя в голове, ты её выполняешь в волосах. У нас есть ещё один телефонный звонок. Я так понимаю, что это ещё одна порция добрых, тёплых слов, и это здорово. Здравствуйте вам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно задавать вопрос? Да, конечно. Вот я вижу в студии такое большое количество кубков, да? Скажите, пожалуйста, вот, ну, видно сразу, что вы профессионал своего дела и мастер. Пиши буквы, да, потому что много побед. А вот где находится ваша студия, потому что очень хочется к вам попасть и записаться, и как можно вообще записаться к какому-то телефону? Надо раскрывать все тайные координаты, пожалуйста. Значит, студия моя находится на Антонова, 9, студия красоты Светланы Шундрик. Это район автовокзала напротив Семашка. Можно сказать, центр. Вот, приходите, мы всегда рады, всегда вас запишем и будем работать над вашим образом. Семашка, а можно я расспрошу у девочек вообще после того, как Светлана, работу выполнено, время прошло, ты уже не прикасалась к девочкам, правда же? Нет, строго запрещено, они снимают баллы. Сделала и все? Все, отхожу, собираю все полностью вещи и ухожу с подиума, где выполняла свою работу. Свою работу ты сделала, а дальше трудились девочки. Сколько вам приходилось сидеть вот в этой позе, замерло и все. И улыбаюсь, потому что говорили, что наши белорусские модели были самые улыбчивые. Сколько нужно было сидеть и ждать, пока вам разрешили, ну, все, вот, в принципе, свободно. Ну, после того, как мастер наш закончил, 10 минут мы еще ждали, пока выйдут судьи на свое поле. После этого судьи еще 30-35 минут, на одной работе даже, наверное, 45 минут они так рассматривали, пытались найти самую лучшую работу. Ну, после этого уходят судьи с поля, еще 15 минут на сборы и еще час дефиле. Ну, это тоже нужно иметь такую выдержку, чтобы, ну, извините, и спинку ровно держать, и не пошелохнуться, и как бы ничего. Вот, да, отсидела, пока мастер готовил модель, а потом еще вот ты замерла, и, пожалуйста, любуйтесь. Ну, наша работа все равно легче, чем работа мастера, поэтому нам было в радость сидеть. И улыбаться. И улыбаться. Ну, что? Девочки молодцы, они старались, они тренировались у меня в студии, сидели по 15 минут и улыбались. Они думали, что это просто, но на самом деле, если попробовать посидеть в зеркале хотя бы минут 5, и ты уже устаешь. А там нужно сидеть полчаса и улыбаться, это очень сложно. У них была сложная, тяжелая работа, потому что это моя команда, и они понимали, что именно моя победа зависит не только от меня, но еще и от них. Мы друг друга дополняли, поддерживали друг друга в работах. И теперь получасовая улыбка, это, в принципе, отработанная техникой, может быть, запросто, на ура. Да, Светочка, у меня к тебе как мастеру тоже есть несколько вопросов, которые мне, честно говоря, очень-очень интересно, что ты скажешь по этому поводу. Потому что в интернете я нашла много ответов, кто-то говорит да, кто-то нет. Можно ли каждый день мыть голову? Твои профессиональные советы, потому что очень много по этому поводу дискуссий на самом деле. Да, я много тоже сталкивалась и в Гродно, и в Минске, и в Москве, и тоже мне было интересно. Потому что у каждого человека текстура волоса разная. Кто-то очень быстро набирает именно жировые вот эти основы в волосах и приходится мыть. А кто-то может ходить неделю за счет того, что у него очень плотный волос, объемный, их много. И он как бы не так очень быстро пропитывает. Хочу сказать по рекомендации, да, можно мыть волосы каждый день, если это нужно. Но для этого должны быть специальные шампуни по уходу для ежедневного применения. Вот только так вы не высушите их. Они будут у вас держать постоянно внутреннюю влажность и чистоту. А приходилось тебе отказывать клиенткам в выполнении их запроса? Вот пришла к тебе блондинка и говорит, я хочу быть брюнеткой. Либо наоборот, приходилось отговаривать. Либо ты делаешь все то, что тебе говорят. Клиент всегда прав. Ну да, в нашей профессии это так и есть. Но я всегда советую своим клиентам, которые ко мне уже ходят много-много лет. Бывает, когда скажешь «да», я буду вас менять. Но бывает, когда я говорю «нет». Потому что пройдя уже такую школу и работая с клиентом уже не первый год, ты понимаешь, что ему это нельзя сделать, либо нельзя поменять. Всё зависит от того, какой у человека настрой на дальнейшее ношение своего образа. Если он знает точно, что он сможет носить данные изменения в образе, да, я это делаю, я меняю человека. Если Доминика придёт и скажет «Тюйца Света, я хочу каре». Ну не знаю. Вот, да, вот как потом она это будет носить. Потому что ей хочется, но я понимаю, что это красота, и пройдёт время, и она будет, к сожалению, говорить, что «зачем я это сделала?» Такой красивый волос от природы. Ведь настоящая красота — это красота от природы. Ну это, знаешь, такой вот совет между строк. Мамочка, берегите волосы свои, девчонок. У нас есть ещё один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Слушаем вас. Я являюсь клиенткой Светланы, Светлана Цвечковская. Очень рада, что в моей жизни есть этот человек. Я с ней уже по жизни иду больше 10 лет. И этот человек настолько красивым делает не только меня, но и всех своих клиентов, всех своих любимых клиентов. И пожелать мне хочется этому человеку, самое главное, Светочка, самое главное тебе — это твори, твори для нас, создавай для нас хорошее, замечательное настроение. Всё, что ты задумала, чтобы у тебя сбылось, все твои мечты, все твои задумки, ты достойна всего того, что ты имеешь. А если это возможно, ещё и больше, чем ты сейчас... Что ты сейчас имеешь? Спасибо большое. Здоровья тебе, моя хорошая, здоровья. А побывав хоть один раз в твоих ручках, все клиенты возвращаются только к тебе. Ты создаёшь для нас праздник. И создавай для нас дальше твари на благо всех нас. Мы тебя очень любим. Спасибо большое вам. 48-01-48. К нам по-прежнему можно дозвониться, можно поздравить, а можно спросить, потому что сегодня в нашей студии мастер, настоящий мастер-парикмахер, который знает, что нужно вашим волосам. Шампунь два в одном. Что скажешь? Можно покупать такой шампунь и пользоваться, потому что есть такое предложение на рынке, либо у тебя есть по этому поводу своё собственное мнение. Когда-то был такой шампунь, вошенго, два в одном. Было, да. Ну что я могу сказать? Два в одном, конечно, сейчас в наше время очень много на рынке поступает таких шампуней, но это ядья с противоядием. Нельзя промыть волос и сразу его увлажнить. К сожалению, в наше время есть отдельно шампуни и отдельно бальзамы, поэтому я рекомендую всем пользоваться шампунями, а после бальзамами. Если вы куда-то уезжаете на какие-то дальние расстояния, да, можно брать два в одном, но не пользоваться ими постоянно. Брать, но не пользоваться. Брать, но не пользоваться постоянно. Да, но не пользоваться им постоянно. То есть на время какое-то, где в командировках, да, очень, скажем, не занимает много места, ты взял одно и всё, да. А в последневной жизни, конечно, я рекомендую пользоваться отдельно шампунем, отдельно бальзамом. Хорошо, давай дальше. Свой профессиональный совет. По поводу травок. Вот раньше в старину ведь не было всего того, что сейчас мы имеем вот этого огромного выбора, да и вообще никто не знал о бальзамах, масках и так далее. Яйцо, мёд, что самое такое вот актуально распространённое, дрожжи, наверное, да. Что скажешь? Всё-таки идти в магазин, покупать, либо воспользоваться вот такими народными способами? Ну, я считаю, что лучше сходить в магазин. Там подберут достаточно серьёзное средство для волос. Очень большое разнообразие. Вот опять у Алексея в магазине Бигуди у них достаточно есть серьёзные фирмы, которые очень хорошо подходят к волосам. И очень их, можно так сказать, хвалят на рынке. Они работают с волосом. Я думаю, что это будет гораздо лучше, чем какие-то народные свистла. Да, и удобнее, на самом деле, потому что в наш бешеный век нет времени возиться. Да, не хватает времени делать какие-то маски самому дома. Проще купить и пользоваться. И на самом деле есть результат. И результат хороший. Спасибо. Я вот смотрю на девчонок, я слышу отзывы клиенток. И мне кажется, что мужская половина населения в нашем городе вообще на тебя будет точить зуб. Потому что ты в основном-то мастер женский. А мужчины что, не ухаживают за собой? Они что, не хотят мужские прически? Почему в мужской номинации тебя не было на Невских берегах? Я очень хочу участвовать в мужской номинации. Но, к сожалению, там непростые стрижки. Если взять эту номинацию, я не найду столько людей в городе Гродно. Потому что, как минимум, мне нужно человек 7 в день простригать именно по форме, которая будет на конкурсе. Там непростые формы. Если мы сейчас скажем об этом, мы их позовем. Тебе просто не выйти будут с работы. Полгорода будут ходить одинаково. Да, это непросто. Но я думаю, что, может быть, в следующем году я попробую это воспроизвести, осмыслить. Это непросто. У нас очень маленький город. И найти столько мужчин, кто будет ходить с полупобритой головой и с рисунком на затылке. Обычно это выполняется. Вот. Тату. Какой бы ты рисунок исполнила бы на затылке у мужчины? Ну, мне очень нравится огонь. Огонь. Очень красиво. Если это растушевка правильная. Очень смотрится красиво. Хотя на конкурсе очень много ребят, конкурсантов, выполняют различные рисунки. Вот. Ну, тут надо творить то, что нравится, то, что вот у тебя внутри. Выбрать и рисовать. И тогда все получится. Да. Дамы и господа, если вы вдруг увидите в нашем городе мужчин на затылке с огнем, знайте, Светлана Шунтрик решилась. Ну, не надо. Ну, давайте мы поговорим немножко о Доминике. Потому что я знаю, что она тоже с вами ездила в Питер. Доминика чем занималась? Сказала. Анна, может быть, вы нам поможете. Светлана немножко передохнет, хорошо? Ну, Доминика у нас снимала мастер-классы, выходила в эфир инстаграма, делала фотографии. Ну, и просто помогала своей любимой тете, кричала, сколько время осталось. Потому что время только начало и конец идет там, бонг. А в промежутке никто ничего не знает. Это Светлана вся в своей работе, она могла и забыть все. Мы с трибуны кричали, что осталось 5 минут, 3 минуты, 2 минуты. Но это тоже помогало, я надеюсь. Да, конечно, помогало. Ваша поддержка была для меня очень важна. Доминика очень много всего сделала. На самом деле девочка маленькая, но она настолько сильная, настолько взрослая. Хотя и только 10. Это мой ученик. Вот, она собирала со мной очень много работ. Я хочу сказать, что таких детей немного. Доминика сумела воспроизвести форму. Даже вот я смотрю на детей, которые там, вот что-то, косички какие-то, что-то. Она воспроизводит более серьезные формы именно по прическам. Я горжусь тем, что ребенок от меня учится этим знаниям. И в дальнейшем жизни ей это очень пригодится. Все, а можно мы с твоей помощью дадим Доминике микрофон? Можно? Нет, вот этот вот, который на столе. Давайте попробуем. Доминика, мне просто очень любопытно. Получается, что ты следила, как работает Света. Да, парикмахерское дело. Ты наблюдала тщательно, как красила модели Яна. А это тоже бешеный темп, колоссальный труд. Ты выходила в эфир и выполняла роль журналиста. Да, получается. Из этих трех профессий какую выберешь? Парикмахер. Все-таки парикмахер? Почему? Ну, мне просто очень нравится, как работает Света. То, что у нее очень много отзывчивых клиентов. То, что они ее все любят. Тебе это нравится? Ну, а глядя на вот этот бешеный темп, он тебя не пугает? Нет. Ведь придется и дальше идти по стопам Светланы, и Невский, Брега, и Тарас, и пошла-пошла дальше. Ты готова? Да. Хорошо. Что запомнила? Что, какие вообще впечатления привезла из Питера? Как мы кричали, сколько времени осталось, как Света кричала на модели, чтобы они не мешали, когда... Она кричит на модели. Когда Настя говорила, что осталось столько-то, то Света кричала, что не мешай мне, я ничего не смогу тогда. Нервы, наверное, зашкаливали, правда? Ну, да, нервы там и зашкаливали. Что видела в Питере? Вообще, было время посмотреть на Питер, и у вас у всех... Вот в день сколько номинаций было? Даже пару побед? Первый день было две номинации, а последующие три, и последние заключительники. Даже три номинации в один день? Да, да. Яна, как ты это выдерживала? Так и выдерживала. Так и выдерживала. Накрасила одного, потом второго, потом третьего. И все. Мы меняли друг друга потихоньку. Если у кого-то номинация, кто-то снимает, кто-то красит. Девочки, ну это Питер! А вы с утра до вечера видели что-нибудь? Честно сказать, ничего не видели. Уже когда было награждение, мы собрали все кубки и с довольным, спокойным настроением добирались домой. Ну, видели разводные мосты в Питере. И вспоминали наших гродницких таксистов, причем там была собака зарыта. Такси очень долго ждали. У них вызов такси, мы с ожиданием час тридцать всегда ожидали такси. Это не так, как у нас в Гродно. Пять минут. Пять минут и такси на весть. Там приходилось, конечно, ждать. Были большие неудобства. С вашими поводами? Да. Так что еще видели, кроме... Видели магазины, СКК и дом. И больше ничего. Да, к сожалению, это не экскурсии, на которых можно отдохнуть. Мы приехали туда трудиться, за победой приехали. Так, грустно говорить и про Питер, просто душа болит. Мы обязательно туда съездим, обязательно. Просто на экскурсию жить и заработаем. Да, просто посмотреть на этот красивый, чудесный город. Что дальше? Вот я знаю, что у Яны есть своя школа. Яна, есть своя школа. Ты после того, как съездила на чемпионат белорусский, я правильно называю? Да. Открыла свою школу? Не совсем так. Я преподавала древознаний. Меня пригласили сразу преподавать древознаний. Я преподавала два года. А потом решила открыть свою студию. Мне захотелось улучшить условия обучения для учеников. И первыми моими учениками были те девочки, которых я обучала в древознании. Просто они пришли ко мне на повышение своего дела. Ну, курса. Курс повышения был. Где находится школа? Школа сама находится на улице Ленина, 5. Тоже почти в центре. Мы со Светой там почти рядом. Почти рядом. Светлана, напрашивается вопрос. Где будет находиться твоя школа? И вообще ты об этом подумываешь? Может быть, пора уже делиться знаниями? Потому что их у тебя выше крыши, глядя вот на эти награды. Да, вы знаете, я уже подумываю о том, чтобы открыть свою школу для мам, для детей. Для детей возраста, как моя Доминика. Действительно, мне очень интересно с ними поработать, конечно. И я так думаю, что в течение этого года у меня обязательно откроется школа. Она будет в городе Гродно. Вот пока, наверное, в моей студии. Она у меня не совсем масштабно большая. Но я думаю, что я буду как-то думать о том, чтобы расширяться и брать максимально много людей в свою студию для обучения, профессионального обучения. Мне очень просили спросить у тебя, что изменилось и изменилось ли что-то в твоей жизни после того, как в газете «Вечерний Гродно» тебя назвали королевой элитных причесок? Вообще это звание, как оно тебе? Это очень высокое звание. Но я как-то, знаете, отнеслась к нему спокойно. В этот день пришла моя клиентка, прочитав эту газету, и зашла вот с такими же словами. Но я настолько спокойно к этому отнеслась. Не знаю, может быть от того, что постоянно в трудах, и ты не замечаешь, насколько твой профессионализм повышается. И смотришь, как-то так понимаешь, что ты обычный человек, но это всё равно приятно. Понимаешь, что ты растёшь. Это дорогие, высокие слова для меня. Сеточка, что у нас дальше в планах? Вот сейчас замиранием сердца мы все следили за тобой, что происходило в Питере. Какие дальше планы, кроме того, что школа, возможно, в этом году заработает? То есть мы на перспективу работаем, в конце этого года уже, возможно, школа будет, да? Да. Дальше. Дальше я знаю, что есть ещё конкурс мирового масштаба. Да, вы знаете, есть. Я очень мечтаю. Моя любимая золотая тренер Анастасия Ядкова. Она стала абсолютной чемпионкой в этом году на чемпионате мира. Наша умница, наше золото. Я за неё очень рада. Она планирует на Кипре открыть свой ОМС и набрать туда команду. Я думаю, что я буду ездить и выступать на чемпионат мира. Что значит абсолютная чемпионка? Ну, это такие звания, честно, вот у меня со спортом ассоциация, вот ты больше ни с чем. Абсолютная чемпионка, она взяла там два золота. Два золота за две работы. Это звание по номинациям абсолютная чемпионка мира. Там выступают все страны мира, приезжают, их очень много. В Беларуси у нас что-то подобное проводят? Впервые я выступала на чемпионате Беларуси, да, проводится, но это именно чемпионат Беларуси. Бывает такое, когда он открытый, то есть к нам приезжает кто-то из Европы и выступает тоже. Но чемпионат мира в Беларуси никогда не проходил, вот, последний раз он проходил в Париже. Я была на чемпионате Европы в Париже два года назад и вошла в десятку сильнейших стран мира. Светочка, у нас программа подошла к своему завершению. Я тебе искренне желаю успехов, пускай все получится. Все то, что ты себе надумала, обязательно осуществится. Мы будем с гордостью наблюдать и следить за твоими успехами. Друзья, это программа «Окна горда» и наша королева элитных причесок Светлана Шундрик. Оставайтесь на канале Беларуси 4 и приятного вам вечера. До свидания.